...на столь внушительном форуме Мы вместе с форумом, где проект Биатлон-школа, Биатлон-ГТО представляет свои свои результаты результаты трехлетнего периода работы с образовательными организациями с Союзом биатлонистов России с предпринимателями чьими усилиями этот вид сегодня зашел в школу учебную программу поэтому разрешите представить вам наших спикеров ну, наверное, Виктора Викторовича сложно не узнать Майгоров Викторович президент Союза биатлонистов России призер, неоднократный призер олимпийских игр с массой интересных достоинств которыми вы, наверное, прониклись наблюдая за нашим отечественным биатлоном также присутствует председатель общественно-государственного структурно-спортивного объединения юность России Алан Михайлович Абаев это структура которая в этом году исполнилась 80 лет которая унаследовала тот большой опыт творческий опыт опыт сотрудничества опыт спортивный от трудовых резервов итак наверное первое слово хотелось бы дать Виктору Викторовичу Майгорову прошу вас добрый день всем с удовольствием принимаю участие в сегодняшнем мероприятии потому что сегодня биатлон в школу биатлон в ГТО для нашего вида спорта является не знаю самым приоритетным почему потому что именно на этом уровне в этом возрасте все школьники ребята и девчонки могут поближе познакомиться с нашим видом спорта я думаю что все так или иначе периодически видят соревнования биатлонистов в телевизоре несмотря на то что у нас сегодня нет международного календаря но благодаря нашему сотрудничеству с каналом матч ТВ практически каждую неделю каждые выходные мы на экранах телевизора многие из вас наверное с интересом пробуют пострелять потому что это действительно интересно ну и пробежаться на лыжах данный же проект подразумевает в принципе любой формат соревнований это может быть и бег по стадиону и плавание и велосипед и вообще ОФП и может быть вообще мульти мульти таким форматом но самое главное элемент стрельбы который там можно организовать в любой спортивной школе на любом стадионе вот даже здесь сегодня в гостином дворе мини стрельбище организованное все желающие могут попробовать свои способности в стрельбе поэтому я хотел поблагодарить компанию форест именно а также руководителя проекта Юрий Иванович за то что они делают за уже трехлетнюю трехлетнюю работу не знаю Юрий Иванович наверное сам скажет какое количество инвентаря уже в каких регионах в каких школах раздали и они не собираются останавливаться на достигнутом единственное с своей стороны еще раз повторюсь для нас это очень важно и со словами благодарности конечно спасибо большое Виктор Викторович и действительно уважаемые коллеги вот у нас как говорится в запасе есть еще один патрон это Алан Михайлович Абаев но мы ему дадим наверное в конце заключительное слово а сейчас бы я хотел вас познакомить с чего все началось рассказать вкратце о том о тех кто действительно рядом с нами и действительно является нашими партнерами разрешите но с ним можно познакомиться на телеграм-канале набрав юность России 96 или просто юность России выскакивает наша работа работа в школе правильно заметил Виктор Викторович работа в колледже именно туда нацелена наша наша работа в основном но конечно же рано или поздно качество вернее количество переходит в качество и так с чего все началось совсем недавно всего 3 года назад члены комиссии массовых видов спорта и ГТО общественного совета Минспорта России сетовали на то что оборонно-спортивный комплекс готов к трудной обороны страны победившей в Великой Отечественной войне по определению специалистов является сегодня физкультурным фестивалем утратившим свои исторические патриотические значения и содержания прикладные навыки а главное интерес молодежи заниматься физическими упражнениями хотя в 13-м году рабочая группа на озере Круглом приняла за основу программу возрождения комплекса ГТО образца 80-х прошедшую апробацию и адаптацию в образовательных организациях Сурдовской области в рамках НИРов в НИИВК с 7 по 9 год во главе с начальником управления Кабачкова Виталий Алексеевич при моем участии стрельба и плавание силовые упражнения передвижения на лыжах метание гранаты и кроссовая подготовка являлись основными видами тестирования той программы впоследствии доработка так сказать эти дисциплины были выведены виды по выбору и многие годы шла борьба специалистов от обороны спортивного комплекса с фестивальными с фестивальными приверженцами и в 2019 году единомышленников группа единомышленников общественного совета Минспорта России комиссии массовых видов спорта и СК ГТО во главе с Александром Петровичем Душаниным кстати крестным отцом снежного снайпера директором программ финальных стартов спортивного многоборья ГТО советского периода оружейников молодежной сборной союза биатлонистов России и самое главное финансовой поддержки компании Форрес Сергеем Шмотевым министром образования молодежи и политики Свердловской области Юрием Биктугановым и мной как автором и инициатором проекта не сговариваясь однозначно выбрали биатлон изначально курс был взят на высокое качество финансовую и организационную доступность помноженную на массовость а значит на биатлон в школу биатлон в ГТО биатлон в колледж аквабиатлон и конечно же со стопроцентным вариантом импортозамещения а потому ремонтопригодным в стенах школы и колледжи в результате появился удобный и качественный сегодня востребованный школами и колледжами а в последнее время и вузами мобильный комплект оборудования биатлон ГТО высокой степени безопасного использования как в спортивном зале так и на пришкольном стадионе загородных лагеря и береговой линии аквабиатлон решающие задачи не только освоение навыков элементов биатлона в стрельбе как таковой но и подготовки и тестирования комплекса ГТО стрелковой секции палеотлона лыжных гонок плавания кроссов и силовых подготовок начинающих физкультурников кадетских и юноармейских подразделений спортсменов разрядников дюдж мобильный комплекс дал возможность педагогам скорректировать учебные планы и авторские программы урока физической культуры внеурочной тренировочной соревновательной деятельности патриотического воспитания в рамках действующего закона Российской Федерации об образовании закона России АВСК ГТО сегодня проект довольно активно развивается один из главных элементов успеха проведения семинаров практикум с детьми педагогами и родителями проводимых нами организаторами при передаче оборудования на безвозмездной основе школам и колледжам регулярные консультации соревновательная деятельность обучение стрельбы сходу или под нагрузкой всего численного состава класса школы группы колледжи в том числе обучение детей работе судей можно будет увидеть на нашем практическом стенде под эти задачи разработаны с успехом опробирован в учебных заведениях Свердловской области 2021-2022 учебного года а вот новый учебный год 22-23 расширил свою географию в партнерстве с федеральным методическим центром министерства просвещения Российской Федерации и предлагает соревновательную программу для допризывной молодежи с открытой водой гонков патрулей в том числе обучению навыкам стрельбы под нагрузкой за период развития проекта проведено более 60 выездных семинаров практикумов соревнований не только на территории Свердловской области но и в Кургане и Шадринске Самарской области Нижнем Новгороде Ханты-Мансийске Нефтьюганске в городе Героя Орел на финале Всероссийского фестиваля ГТО за этот период более полутора тысяч комплектов оборудования получили свою прописку более чем в 350 образовательных организациях и учреждениях партнерах физкультурно-спортивного движения на безвозмездной основе и число школ участниц растет каждый день мы получаем письменное обращение директорского корпуса и целых муниципальных органов управления образованием с просьбой подключиться к проекту как пример все 17 школ Шадринска имеют по 5 комплектов оборудования и третий год ведут планомерную работу этот же вектор взял Ханты-Мансис столица российского биатлона Нягань Нефтьюганск Североуральский округ Серовской области Красноуфимский Ирбит Нижний Тагил и Серов город Лесной Алапаевский район города присутствия компании Форос ее партнеров Ньютехвиллсервис Нефтьюганск технокерамика Курган Скайобласть город Шадринс Сухой Лог Азбест Каменск-Уральский Самарская область Нижний Новгород и многие другие что в свою очередь привело к естественному созданию ресурсных центров в территориях на конкурсной основе сегодня рассмотрены 33 заявки извините 33 заявки от учебных организаций на роль такого центра все это при тесном взаимодействии заинтересованных органов управления образованием муниципалитетов и региональных структур общественных организаций ветеранских движений союза биатлонистов Югры Курганской Федерации Биатлона Самары Орла и конечно же союза биатлонистов России достаточно набрать нас в телеграм-канале как юность России а в летнюю здоровительную кампанию оборудование как правило задействовано в городских и загородных лагерях соревнованиях суворовских училищ и кадетских корпусов юноармейских отрядов по всей Свердловской области и других регионах страны ни один учебный год прошел тревожно из-за пандемии но весенние спады и напряжения позволяли провести традиционные открытые чемпионаты и первенства Свердловской области в мае и сентябре в Екатеринбурге на стадионе Калинец с наибольшим уровнем безопасности даже мобильный привычный комплекс Свердловского областного медицинского колледжа был представлен с горячим питанием и непередаваемыми эмоциями детей родителей и педагогов несмотря даже на то что сейчас на экране это все без звука я думаю вы это сами наблюдаете и несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией 21-22 года в школах и классах колледжах и группах проходили внутришкольные соревнования в рамках биатлонного школьного марафона длиной 4 месяца где лучшие команды по параллелям в том числе начальных классов и педагогов принимали участие в финале стартов аквабиатлона даже дистанционно снимая финал на видео более 3,5 тысяч детей сотрудников образовательных организаций были награждены эксклюзивными медалями компании Форрес всего же прошли курс обучения стрельбе в рамках урока и секционной работы в этом году в 21-22 более 15 тысяч детей увенчался марафон финалом 31 марта 2022 года на открытом футбольном манеже Урал участием 121 школьной команды более 700 финалистов из различных городов и сел Свердловской власти учебной год по планам наших школ и колледжей значительно увеличит количество участников пришедших обучение навыкам стрельбы до 80 тысяч человек так как продлится марафон до сентября 2023 года Организаторами биатлонного марафона компании «Форос» и Свердловским региональным отделением «Юность России» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области был объявлен конкурс среди педагогов и специалистов на лучшую программу занятий урока физической культуры и секционной деятельности. Не остались стороне и муниципальные и региональные специалисты ДЮС. Последствия практически все оказались востребованы в школах, где тренеры ведут, в том числе и селекционный отбор, а где-то их просто сейчас и не хватает. В рамках резолюции Комиссии массовых видов спорта и ГТО от 6 октября 2020 года на международном уровне прошли консультации о включении школьного биатлона в соревнованиях Всемирной гимназиады 2024 года в Екатеринбурге. К сожалению, по известным причинам гимназиада отменена, но Союз биатлонистов России предложил участие в рамках календаря международных стартов. По поручению Министерства спорта Российской Федерации 13 сентября 2022 года заключено соглашение о сотрудничестве между Союзом биатлонистов России, компанией Форос, Федеральным методическим центром Министерства просвещения России в части разработки отдельного модуля предмета «Урок физической культуры – биатлон». Таким образом, наша авторская программа «Биатлон школы – биатлон года» в ГТО передана Федеральному центру физического воспитания для экспертизы и включена в число видов спорта, рекомендованных предмету «Урок физкультуры» отдельным модулем. Представленный нами проект решает широкий спектр задач, в том числе массовости и доступности, привлекательности урока физической культуры, его ценности, возможности выбора вида спорта через биатлон, как инструментарий определения физической активности молодого человека. Особое же значение развитию и реализации гуманитарного спортивно-образовательного проекта физической культуры и спорта «Биатлон школы – биатлон ГТО – биатлон колледж» имел, конечно же, подписанный ранее, в октябре 2021 года, в Министерстве спорта России меморандум. Кстати, подписанты здесь, вот, можете вживую лицезреть. В подписантах «Союз биатлонистов России» компания «Форос», Свердловско-региональное отделение «Юность России» форма соглашения с сотрудничеством меморандума предусматривает прирост неограниченного круга участников, следующим на очереди органы образования субъектов Российской Федерации, на сегодня подписанный с Курганской, с Ханты-Мансийским округом и далее, где уже прошли консультации вопросов полномочий системы образования в этом проекте. Простите. И проведена поставка мобильных биатлонных комплексов в ряд образовательных организаций. В планах же компании «Форос» продолжить финансовую поддержку проекта и к полутора тысячам комплектов мобильного биатлонного оборудования в этом году, до комплектации колледжей и партнеров дополнительным оборудованием. Это пулями и обоймами, нагрудными номерами, эксклюзивными медалями, ревитализантами, спортивными костюмами и прочим расходным материалом, и объединить желающих взаимодействия и сотрудничества более 50 регионов нашей страны. А вот здесь уже с небес помощи Федерального министерства спорта, Министерства просвещения Российской Федерации. Следует подчеркнуть сегодня, что все затраты внебюджетные, деньги, деньги наших других. Более подробно с развитием проекта можно познакомиться в телеграм-канале, еще раз повторюсь, «Юность России» 96. Подписание же меморандума проходило на фоне вступивших в силу поручений нашего президента, где развитие на территории образовательной организации новых видов спорта, а в нашем случае школьного биатлона, биатлона ГТО, прямо показано. А значит, вектор движения, выбранный нам с педагогами, и спортивной общественностью оказался правильным и своевременным. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы хотели бы, наверное, дать слово Алану Михайловичу. Как, Алан Михайлович, готов? Ну, если дадите слово, то почему? Обязательно. Спасибо, Юрий Иванович, Виктор Викторович. Ну, мы все внимательно слушали доклад Юрия Ивановича, руководителя проекта. На мой взгляд, Юрий Иванович достаточно подробно рассказал о деятельности за последние три года. Ну, это конкретное развитие данного вида спорта. Что бы я хотел отметить на недавнем обращении президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича к федеральному собранию, где президент обратился к бизнесменам российским и попросил их обратить внимание на развитие видов спорта, на развитие образования, культуры у нас в стране. Так вот, хочу сказать, что Юрий Иванович этим вопросом занимается уже, я не помню, более шести или семи лет, с руководителями Форреса. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить этих людей, бизнесменов, которых в свое время Юрий Иванович смог убедить, обратить их внимание на развитие этого замечательного вида спорта и пожелать им развития и продолжать помогать развиваться не только, может быть, биатлоны, еще каким-то видом спорта, и чтобы на самом высоком уровне это было оценено. Что касается биатлона, на самом деле очень динамичный вид спорта. Сегодня, как никогда, хотелось бы, чтобы больше молодежи занималось этим видом спорта. На самом деле он воспитывает, как и патриотизм молодых людей, развивает физически, но и во практике, откровенно говоря, это настоящие защитники. Люди, которые могут и за себя постоять, и Родину защитить. Ну и в целом возможность, когда мы включаем телевизор и слушаем губернии, его в основном комментируют эти мероприятия. Честно вам скажу, хочется аж в телевизор залезть и помочь нашим ребятам пробежать дистанцию или отстреляться правильно. То есть, конечно, вид спорта очень зажигательный. Виктор Викторович, спасибо вам большое, что мы понимаем друг друга, идем в одном направлении, развиваем виды спорта. Мы вот сейчас в паузе, пока Юрий Иванович докладывал, с вами переговорили о том, что, возможно, когда уладятся все вопросы, касающиеся военной операции, когда она логически закончится, никуда мы не денемся, мы будем проводить международные соревнования. То есть, не мы никуда не денемся, а Запад никуда не денется, будет с нами пытаться выстраивать отношения. Мы, в принципе, готовы. Сегодня проводятся мероприятия, чтобы в любую секунду, когда будет возможность выехать за рубеж, показать самые высокие результаты. И есть возможность участия нашей подрастающей молодежи. И участие в 11.00 в зале номер 3 стартует воркшоу, как упаковать и продвинуть стартап в спортивной сфере. Мероприятие пройдет совместно с Миноборнауке. И участие в международных соревнованиях предлагаем Международной Федерации Школьного Спорта. Мы обязательно проработаем этот вопрос и дадим возможность нашим ребятам участвовать в этих замечательных соревнованиях.